Там бучу целую подняли после единого этого экзамена централизованного. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за централизованный этот экзамен. Они какие-то статистические на компьютере начали выводить цифры. Кому это надо? По-моему, мы поступали, знаешь, тройка. Совершенно верно, товарищ президент. Очень хорошо, знаешь, четверка. Очень-очень хорошо, отлично, знания. Тут какие-то на компьютере высчитывали баллы. А можно я подпишу? Ну, так зачем ты мне подкидываешь этот документ? Я вчера вечером тебе сказал, за ночь подготовить. Я готов, товарищ президент, доложить. Ну, а как что, докладывай, надо делать обычную, понятную систему. И на следующей неделе опять надо к этому вернуться. Вступительный экзамен, это не просто вступительный экзамен. Да пошел он, все, короче, все с ним ясно. И вот, если честно, я с ним согласна. В чем? Ну, потому что доворотили, ничего не понятно, никому не понятно. Как рассчитывается? Мы никому не скажем, как рассчитывается. Нет. Как с детям? Безусловно, безусловно, он всегда прав. Второй вопрос. Где был министр образования? Почему только глава администрации и военные этим? Почему вопрос образования решают новый, как-то свежесваренный, глава Госпогранкомитета нашего и Вольфович? И глава администрации? Потому что, Люда, мы... Это же Сергенко был? Похож. Который против Костюшки Калиновского воюет. Мы движемся в направлении... В обратном нужном. Безусловно, но в нужном. В обратном нужном. Почему с военными? Ну. Потому что скоро лечить будет ОМОН. Футбол играть будет ОМОН. Значит, уже цены регулирует, кто ОМОН. Ну или военные, какая разница. Там, где не хватит ОМОНа, там найдутся военные. Детей воспитывают ОМОН. Ну а как? А кто будет воспитывать? Учителей нет. Медиков посадили, повыгоняли. Ходят же уже, да. Да, то есть он правильно выбрал аудиторию, с которой надо это обсуждать. Что нам, еб, ваше математическое направление? Есть, товарищ президент, сделаем. Ну все, вот это уровень. Но вопрос, что случилось? Что случилось? А что произошло? Что произошло? Может быть, у меня есть предположение. Почему все покатилось вот в этом направлении? Почему? Что случилось? Может быть, это потому, что профессор Щицова не в Беларуси, а хрен знает где. Или, может быть, потому, что математик Альшевский занимается не тем, чем нужно, да? Может быть, он хорошо бы делал свое дело в стране. Занимается нужным делом, но просто не там, где это очень необходимо. Не там, не там. Может быть, потому, что Левянт сидит. Александр Григорьевич, не задумывались об этом, нет? А вдруг, подумайте, а вдруг это потому, что такие люди, как Левянт, на химии сидят сейчас у вас? Или, может быть, потому, что частные школы кому-то пришло в голову позакрывать, нет? Ну, как же есть школа частная в стране. Ну, и вместо этого учат не науки, а ходить строем в государственных школах. Или, может быть, потому, что министром образования назначен пиздобол. Ну, как, давайте подумаем об этом вместе, Александр Григорьевич. Прикинем, а почему так? Как так получилось? Вот я тебя, Людка, назначаю ответственным за бюджет моей семьи. И через два года посмотрим, что будет. Будет вот то, что у нас в образовании. А как так получилось? Я же вроде Людка, что такая нормальная. Хороший человек. Хороший человек, да. Она вот меня любит, уважает, все. Понимаешь, ничего дурного они не хотели. Ну, я в этом убежден глубоко. Вот эти ебатьки несчастные, они ничего дурного. Но они же не хотели вот так вот взять и насолить детям, родителям, да, специально это сделать. Нет. Они просто, знаешь, как вот такие вот дурачки. Вот у них все через жопу. Помнишь царя Медаса, у которого все в золото превращалось. Да, я думала, он Медас, ну ладно. Ну, Медас. Он, ну, литовец. И, а здесь наоборот. То есть здесь то же самое, только наоборот. Вот они к чему не прикоснутся, у них получается говно. Потому что, ну, из-под палки все. Медас? Ну, из-под палки все это, да. И главное, только чтобы понравилось и не заругали. Да, это ключевое. Я вот когда на телеке в Белорусском работал, знаешь, знаешь, какая ключевая была, да, их миссия? Вот не заругали сегодня днем? Не наругали? Ой, хорошо. День прожит не зря. Сделали они какой-то продукт хороший там или что-то донесли до людей? Нет, это все чушь, это ерунда, это никому не надо. Не заругали сегодня? Все. И вот эти ровно так же работают. То есть я убежден, что они не хотели навредить. Просто у них руки вот через задницу и все. Вот и все. Надо что-то делать, надо что-то делать. И, да, надо что-то делать. И вот они что-то сделали. И еще я хотел бы обратить внимание, вот пропагандоны говорят, вот президент озаботился и все заткнулись. Во-первых, никто не заткнулся, ребятки. Это раз. А второе, ну, вы же сами посмотрите, я обращаюсь к пропагандистам. Милые мои, хорошие, добрые мои дурачки. Вот посмотрите. Просто давайте попробуем вообразить себе, что вот в Соединенных Штатах приходит какой-то там экзамен единый на все штаты. И что-то не так подсчитали. И Байден сидит, значит, Сенат, и Байден, что вы мне там это самое, вы просто вообразите себе. Да не надо Байден, вот поляк Дуда. Вот Дуда, вот он не занимается там ничем, вот, ни помощью Украине, ничего. Он просто вот занимается подсчетами на экзамене. Просто представьте себе это. Королева датская там, я не знаю, или... Потому что... Вот они занимаются подсчетами. Это значит, что у них душа за страну не болит, поэтому они этим и не занимаются. Вот тебе весь ответ. Что же на этом строится? И Венец вчера, этот министр образования, так сказать, министр... Который отрицал. Такой уже, такой уже какой-то он... Отрицал. Ошибки. Подожди. Вот. Сказал, хорошо сформирована специальная комиссия. То есть он отрицал ошибки, а потом Лукашенко по столу кулаком ударил и... Андрей, а что случилось? Сформировалась комиссия. Уже сразу сформировалась комиссия. Так. Что за комиссия? Так, и что? Значит, межведомственная рабочая группа, которая состоит из математиков, информатиков, специалистов в области статистической обработки результатов, наших лучших ученых учреждений не только высшего образования, но и Республиканского института высшей школы и других специалистов, это я цитирую, которые в кратчайшие сроки проведут комплексную проверку корр... Зачем их собрали? Значит, для проведения комплексной проверки корректности выполненных расчетов Республиканским институтом контроля знаний. Они проверят корректность расчетов этих. При этом пока... Для того, чтобы удостовериться в том, что жалобы людей, которые обращаются, имеют под собой почву. Люди же без почвы наброшают. В случае выявления ошибок в Министерстве образования будут приняты необходимые меры по их устранению, рассказал Андрей Иванец. Речь не идет о пересмотре результатов ЦЭ, централизованного экзамена, а о проверке корректности выполнения ранее утвержденных методик расчета вот этого в Министерстве образования. То есть, если найдут, что было некорректно выполнение ранее утвержденных методик, то они не пересмотрят результаты, они кого-то накажут. Скорее всего. Вот кого-то накажут. И скажут, да, пожаловался, человек был прав, виновные понесут наказание. Наказание, да. Сегодня в Минобразовании будут проходить плановые приемы граждан по вопросам ЦЭ вот этого. Уже поступившие в Минобр и РИКС, это Институт контроля знаний, обращения, не будут рассматриваться заочно. Их авторов пригласят на личный прием, поэтому, пожалуйста. А кто там, по-моему, не успел, тот уже не успел. Я напомню насчет личного приема, я напомню, что тот же Иванец вчера заявил, значит, те, кто распространяет фейки, а любое, идущее в разрез с официальной точкой зрения, официальная точка зрения, это все хорошо, любое, идущее в разрез, это фейк. И Иванец сказал, те, кто распространяет фейки, будет направлен в соответствующие органы для разбирательства, да, чтобы дали юридическую оценку соответствующую. Что-то мне, знаешь, вспоминается, когда Бабарику забрали, сказали, по закону любой может пойти и написать просто жалобу. Помнишь, сколько людей ушло? Помню. Я хочу еще... Я добавлю еще про это, что отметки за централизованный экзамен по закону пересмотреть нельзя. Мы об этом сказали, что все. Это просто закон такой. Вы с ними живите теперь. Завершу цитатой директора. Республиканского института контроля знаний. Просто вот тут Лукашенко вышел к людям, там, значит, этот балван, этот министр образования. Андрей Иванец. Иванец, значит, вот они тут что-то мутят, крутят, там, это все. ОМОН работает, естественно, братья работают, все. А директор РИКС. Республиканского института контроля знаний. Такой мужичок. Контролирует знания. Да, такой. Он все объяснил, то есть, чтобы вы не это самое. Я цитирую его вам. Процитируем и закроем вопрос. Вы подготовлены. Вы сейчас сядьте, пожалуйста, а то стоите, смотрите. У нас до 75% первичных баллов начисляется, соответственно, и 75 тестовых. То есть, на один первичный начисляется тестовый, только на последних первичных баллах абитуриенты получили бонусы, которые их выделили по сравнению с остальными учащимися. Заявил Юрий Мисюк. Директор Республиканского института контроля знаний. Мне тут закрыли вопрос. Все. Объяснил. До свидания. Продолжение следует.